Проверка генералского хозяйства деятельности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками в МУ, информационно-расчетный взяток, были установлены нарушения в сумме почти 3 миллиона, 2 миллиона 944 тысяч рублей. При проверке мы обратили внимание, мы проверяли, когда акты выполнены в работе, они вызвали у нас некоторые акты по выигранной информации, они содержали недостоверную информацию, то есть некоторые работы, они не в память, которые были подписаны. По другим актам, которые тоже вызвали у нас вопросы, в соответствии с договором должны были, допустим, договоры на аварийном диспетчере обслуживания, должны были содержаться адреса, где работы выполнять их там не было. Всего таких сделок было заключено, вернее, ну да, договора было заключено на сумму 1 миллиона 509 тысяч рублей, и кроме того, хочу сказать, что где-то по порядку 1 миллиона 60-80, вот такие договора, они были завышены, потому что МУПЛЦ, допустим, заключая с такими-то РИП, подрядчиками, договоры, они в перечине договоров, в перечине домов, которые по этим договорам должны были оказываться услуги, были включены дома, которые не обслуживались МУПЛЦ, или дома, например, в облогу придомовой территории или санитарное содержание подъезда, уже эти работы исполняли штатными сотрудниками МУПЛЦ. По фактам установленной проверки было возбуждено уголовное дело по части 359 УК РФ, предпроводительской процедуры, отделенной для реакции МУПЛЦ бывшим директором, был размещен веществ в сумме 242 тысяч рублей. По вашему проекту, да, возведено уголовное дело, он внес штраф и все, что дальше, пасть ему погрозили. По той информации, которую мы видим в этом доступе, значит, 17 апреля было рассмотрение этого дела, но судья уже переквалифицирована статья 160, часть 3, статья 160, ну, это пресварение и выхищение, то есть использование служебного положения. Но также мы видим в этом доступе, что от жалоба будет прокуратуре, возможно, мягкие доказания, я просто не знаю, пока ниже. Ну, в общем, объединительный договор есть. По результатам вашей проверки были выявлены нарушения, но их устранили ни в коме объявлено, правильно? Сейчас я думаю. В общем, 2300, это, опять же, в связи с тем, что в МВЦ, когда мы давали представление, мы рекомендовали самому МВЦ право гражданского производства подать на лучшего директора. Но они не смогли все сделать, поскольку правоохранительные, взимали документы, поэтому эта наша регистрация была исполнена. Я смотрю, когда за первый год подключено к административной ответственности 0 человек, в 22-м году 5 человек, выписано в составе протоколов в 21-м году 0 человек, в 22-м году 3 человека. То есть как-то рост уделал нарушений. И вот я посмотрел, когда где-то в академии категории, в бухгалтере нарушения 18,4%, в комбинации благоустройства 18,2%. Это большой процент. Я хотел бы, может быть, список, там такое представление, куда-то. Кого предъявили административный ответственность, если муниципальный какой-то. Чтобы у нас было какое-то временное, взяли особый контроль. То есть, что-то это не вытянули какое-то муниципальное учреждение. Удачи! Продолжение следует...